Сегодня в течение эфира мы говорили о поправках в семейном кодексе. И вот этой теме также посвящен наш опрос во ВКонтакте. О чем мы предлагали и вам высказать свое мнение. Давайте заглянем туда прямо сейчас. Итак, самые жесткие законы в России, касающиеся детей. Какие есть варианты? Аттестация выпускников в форме ЕГЭ самый популярный вариант. Уголовная ответственность с 14 лет. Возможность посещать детьми детские сады и школы без прививок. Запрет на усыновление российских детей гражданами. США и запрет на официальное трудоустройство до 18 лет. Вот конкретно один из пунктов нас привлек наше внимание. И мы бы хотели о нем поговорить подробнее. Да, этот пункт это вопрос про отношение родителей к обязательным детским прививкам. Согласно российскому законодательству, родители имеют право решать, делать их детям прививки или нет. Но также детские сады и школы не имеют права не принимать к себе такого ребенка, у которого, допустим, нет прививок. Как к этому относиться, мы прямо сейчас побеседуем. С главным врачом детской городской клинической поликлиники номер 9 Натальей Евчей. Наталья, доброе утро. Доброе. Наталья, что именно говорится в этом законе? И это касается каких-то определенных прививок или вообще всех прививок? На сегодняшний день рабочая группа Совета Федерации разработала поправки в действующие санитарные эпидемиологические правила, которые предлагают на законодательном уровне запретить прием непривитых детей в детские сады и школы. То есть в организованные коллективы. Хотелось бы сказать, что тема вакцинопрофилактики в нашей стране, она всегда была очень сложной. В плане, всегда стояла дилемма, делать прививки, не делать прививки. Вы знаете, мое личное мнение, и, наверное, меня поддержат многие доктора в нашем городе и области, это прививки делать, потому что это одна из возможностей... Защитить своего ребенка и окружающих его детей. И своего ребенка, и, конечно, себя, взрослого человека. Потому что вакцинопрофилактика, это профилактика не только в детском возрасте, но и в взрослом. Наталья, скажите, вот в условиях пандемии, да, и в то время, когда царствует коронавирус, многие родители, которые раньше отказывались от прививок, поменяли свое мнение или нет? Вы знаете, мы провели анализ хотя бы даже по нашей поликлинике. На сегодняшний день у нас количество отказов уменьшилось, как в абсолютных числах, так и в процентах. Это мы посмотрели первый квартал 2019 года и 2020 года. И вы знаете, родители приходят, отказников, которые такие, знаете, ну, можно сказать, слостные, они приходят на вакцинацию. И мы делаем им индивидуальную систему. А в чем основная причина отказа родителей от прививок? Вы знаете, здесь мне сложно сказать, мне кажется, это вот посмотреть в интернете, поговорить с кем-то, который некомпетентен в данном вопросе, обсудить, ну, какие-то такие вот мелочи, которые не касаются здравоохранения. Это чисто обывательство. Знаете, ну, вот все-таки вот мы говорим о том, что детские сады и школы не имеют права не принимать таких детей, но там столько возникает бумажной волокиты и головной боли, это нужно столько походить и по больницам, по поликлиникам, чтобы собрать все эти необходимые справки. Мне кажется, лучше, проще сделать прививку. Вы знаете, да, на сегодняшний день мы упростили и получение справок, и, конечно же, упростили проведение вакцинопрофилактики вследствие действующей пандемии. У нас есть отдельный вход, у нас проводится термометрия, у нас проводится осмотр каждого ребенка перед прививкой, и мы, конечно, прививаем только здоровьем этих детей. Поэтому не надо бояться, нужно приходить и делать прививки, общаться с компетентными докторами, которым вы доверяете. Ну вот я как мама, допустим, многодетная мама, и меня действительно очень волнует здоровье моих детей. Я думаю, что вот Дмитрий задал вопрос, и во многом родители просто опасаются последствий реакции организма на прививку. Вы знаете, здесь не нужно бояться, потому что процент осложнения после прививки, он крайне низкий. Это доли процента, то есть это очень низкий. Самое главное, ребенок на вакцинацию должен приходить здорово. Все. То есть нет других противопоказаний. Ну вот смотрите, тоже и допускается же некая халатность, потому что вот если в садиках, да, если, допустим, ты приходишь в поликлинику, ты знаешь, как твой ребенок себя чувствует, но если в садик, вроде бы ты его отправил, он нормально пошел, а там, может быть, и медицинские работники, ну тоже как бы так не обратили внимания, там же огромнейший поток этих детей. Ну вроде нормально, пойдет, пойдет. А потом и температура поднимается, и небольшие осложнения возникают. Ладно, если они небольшие, а вот если большие. Вы знаете, вакцинация в садиках, она проходит силами детских поликлиник, не сотрудников детских садов, которые где-то каких-то, может быть, моментов не знают. Она проводится силами детских поликлиник, которые знают, как правильно провести осмотр, как провести опрос ребенка, и, конечно же, отличить здорового ребенка от ребенка. Это не конвейер, очень неотношение. Наталья, спасибо вам большое. К сожалению, у нас время поджимает, поэтому мы вынуждены с вами попрощаться. Напомним, что с нами на связи главный врач детской городской клинической поликлиники номер 9 Наталья Евчая. Спасибо вам большое, хорошего дня.